Welcome, welcome, welcome. Остаются на тех же позициях обе команды. Такое впечатление, что их обязали играть одну всегда на красную, вторую на синюю, чтобы просто не пересаживались ребята с компьютера на компьютер. Но я думаю, здесь нет таких правил. Просто действительно, Euronics'ы посчитали, что не было проблем в банных пиках. Проблемы были в самой игре. И остались они на синей стороне. А вот Madlines'а снова приходится банить Зикса, Ксерата и... Кого они тогда добавили еще? Акали там была в списке? Не, Акали точно банили Euronics'ы. Убирает там Кенч, который очень сильно дисенгейджал и мешал жить Madlines'а, и забирает Сибели, старой Euronics'ы. Вот такой вот интересный ход. Напоминаю, что только благодаря какому-то странному багу, ну, хотя они имели небольшое преимущество Madlines'а, и против Алистара выбирает Зайу Рейкана сразу же. Madlines'а интересный выбор. Ну, учитывая, что тогда была ФП Ирелия, которая так и не сработала против Зайи, сейчас Зайя уже взята, я думаю, Ирелия больше не появится у Euronics'ов. А вот Акали, как вариант, почему бы нет? Тем более, что Акали, например, на протосцене против Ургота игралась. Можно Ургота попытаться забрать себе сейчас самим Euronics'ом, но тогда есть вероятность, что вы попадете под контр-пик. Посмотрим, что они придумают. Забирают Эза. Агутин забирает Эза для Бройки, это понятно, и Поппи для Вентайра. Хм. Это, возможно, Поппи в лес, кстати говоря, с возможной все еще релли на топ-лейне. Одного себе чемпиона забрали Дисенгейджера, того самого, который может им поменьшать играть. Ну, посмотрим, как они все это решат во второй стадии банов пиков. Ну, а сейчас Madlines'ам надо добирать своего чемпиона. Они решают Ургота пока не брать и забирают себе Сиона. Может быть, вообще Ургота не будет у них в системе. Под Сиона с Райканом можно взять комбинационного тоже Джанглера. Тот же самый Зак подходит хорошо. Трандл стеночки ставит. Это все приятно заходит. Ну, поглядим. Впереди. Ну, Италия, кстати, который на Selfmade играл, тоже будет заходить на ура. Как и Ноктюрн. Плохо будут здесь играться чемпионы другого типа, магического типа. Они вот с Райканом плохо сочетают с магического типа. Имеется в виду Нидали, Элиза, там Эвелинка. Не знаю, есть кто, и Диану с Эко играет. Нет, Эко, кстати, наверное, с Райканом будет хорош. Если все же кто-то и решится. Кстати, Эко очень популярный. Я вот заметил сейчас на Хайэлла в лесу. Сам я его не играю. Ну, как я? Эко играю? Но вот в лесу его не играл никогда. Кроме того, в случае, когда он был в Фулатанка. А сейчас он играется в Фулапе лесником. Возможно, стоит снова его попробовать. У него есть уже левел 2 ганг. У него есть хороший камбэк тимфайтов. У него есть ульта очень схожая с... Даже не знаю, с чьей ультой. Я хотел просто сказать, ну, то, что он может сам себя спасти. Но с ультой Зелена пусть будет так. Привет. Посоветуй чемпиона для мейна на топ-лейн, наподобие Ривенки. Атрокс, Ирелия, Фиора, Клетт. Это все в Антрикпоне играют их и разрывают. Если тебе именно по механике нужно, чтобы был похожий, то это ближе всего сейчас Атрокс будет. А если по тому, что они должны делать в игре, то вот я назвал тебя. А вот и Атрокс. И это Атрокс, возможный флекс-пик. На мид, возможный выход в лес. Пока непонятно, куда этот Атрокс идет. Ну, Крауншот его уже взял. И Джарван появляется у команды Евроник. Евроник, кстати, про Джарвана я забыл. Он очень хорошо с Райканом работает. Это чистый мидгейм у команды Евроникс. Три подкидывания, два Тринити Форс и Воллин пошли. Мне кажется, я за две игры больше уже узнал про Еврониксов, чем английские аналитики. Потому что они какую-то в перерыве несусветицу тут нам рассказывали. Говорили, что команда Евроникс играет в лейтгейм. И выбирают всегда таких чемпионов. Но где тут лейтгейм, я вообще не вижу. И в предыдущей партии тоже. И появляется у нас Иррелия. Иррелия на мид, Атрокс, получается, на лесную линию отправляется. И Сиончик будет на топ-лейне. Ну что ж, мэды взяли более сильный лейтгейм. Ну и, соответственно, более слабый мидгейм. А лейнинг фаза, кстати, у обеих команд очень хорошая. Я бы сказал, равная даже. Но вот Еврониксам нужно будет, после того, как лейнинг фаза закончилась, забрать себе двух драконов за мидгейм, продавить мидлейн. И, возможно, даже Геральтку тоже себе урвать. И попытаться выиграть в этой стадии игры. Потому что дальше им делать будет нечего. Тут против вас Зая, которая не умирает ни от Эза, ни от Корки. Ой, тут кадрят девочку. Две другие девочки и парень. А парень и так ее был. Да, мы же помним этого парня уже в лицо. Я уже всех этих болельщиков выявил. Сколько их там? Человек 50. И они мне уже как одноклассники, знаете, которых только видишь, когда в школу ходишь. А потом и забыл про них. Ой, ой, да, да, да. К Камиле все пристает и пристает этот усатик. А Камила про себя уже думает, скорее бы пойти переодеться. Кто в этом матче фаворит? Фаворит у нас красная команда Мэдлайны. Они и выше позицию занимают по рейтингу сами по себе, и лучше вышли из своей группы с первой позиции. И одновременно с этим у них коллектив более сильных игроков. Тут некоторые игроки были уже в ЛЦ из лиги. Завтра, скорее всего, все же будет финал между командой Нинджа и Пижамас и Мэд. И по ощущениям, Пижама-то посильнее выглядит. Правда, опять же, на фоне. Афония, да? На фоне Афония. Сколько стоит будет игра на Лисине? Сколько? Есть только и донать, в чем проблема. Ну что ж, Джарван. Посмотрим, как Джарван себе отыграет. Старый добрый Джарван, у которого на втором уровне есть ганг, как и у Олафа через топор. Правда, Джарван играется обычно через Электрокьют, либо Дарк Харвас. Но вот в этом патче решил его Агутин играть через Электрокьют. И начинает он с Ешки. Кушку берет со вторым заклинанием. Это логично. И попытается он наверняка потратить свои первые ганги на снятие флэша. А, возможно, даже попытается сделать инвейд. Что касается Джарвана, вот, относительно вот Корки и Эза, он их тоже усиливает, потому что дает скорость атаки не только самому себе, но и союзникам. И тут в наглую просто его заинвейдили. Читокич потрачен, Бройки сюда подходят. Алистар тоже здесь. Джарван взялся на первом заклинании, вы помните, не особо что-то хорошее. Второй левел проигрывает смайт-войну у нас, я так понимаю, отрок, потому что Агутин заработал себе два стака и минус Райкан! Наказание от команды из Германии! Испанцы решили зайти в чужой лес. Верлип здесь еще умирает. Он обворовывает своего дружбаню, забирая себе синий баф. И после этой смерти он еще забирает, видите, своей пассивкой и черепашку. Ну, не черепашку, а големка. И возвращается на телепорте синим бафом, будет останавливать Поппи. План был, конечно, интересный. У команды Мэдов заходим в чужой лес, обворовываем Джарвана на два кемпа. И при этом не теряем свой кемп. Но у меня тогда вопрос, почему они это сделали? Если инвейт не... А, ноу-вэй! Что за смерть от Ирэли? Ноу-вэй попадает в стан на втором уровне. Немези сделает по нему прыжок. После этого делает прыжок номер два. Игнает. И никуда корки деться уже не мог, потому что флэша у него не было. А где он его потратил? Правильно, чтобы убить Райкана. Кутинг красный баф все же сделал. Так вот, я вернусь к мысли. Если вы хотите вот такую вот фишку провернуть, как заход в лес оппонента, то почему бы не сделать это качественно? Заходить в тот лес, где оппонент точно не будет, например, в синий лес, а в этот момент вы свой синий обворовываете сами через Сиона. И получится, что оппонент уйдет оттуда. Ну, правда, здесь сейчас... Война идет за синий баф, извините. Селф-мейт ее проигрывает. Потому что, ну так, читай его никнейм. Видишь, написано Агутин. Я что, виноват? Тут написано Агутин. А Поппи, как дела? Ух, как Вентайр здесь страдает. Вот забрасывает верлип своими заклинаниями. У него там и фляжка есть. Он еще с бека купил себе анальный шарик. Вообще чувствует себя прекрасно. И забрасывает ешками. Вентайр, конечно, не готов к такому... к такой линии, где Сион будет тебя забрасывать заклинаниями, наносить тонну урона, и при этом у него мана не будет заканчиваться вообще. Он же Огурин. 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 Это мне нравится, как Огурец, да? Бекает с Ботлэйн здесь не совсем тайминговый бек, но они не хотят дать Бройке бесплатный бек на каплю. Но в итоге, видите, все оно получилось. У Эза на каплю... Я сейчас объясню, что это было сделано. Команда Мэтт знает примерно количество золота, которое нужно, чтобы... Примерное количество крипов, которое нужно, чтобы заработать золото на каплю. И хотели сделать бек в тот момент, пока у Эза нет еще этой капли. И тогда Эзу... Либо он сейчас бекается, либо он запушивает линию, а мы потом ее фризим и снимаем с него телепорт. И в итоге Эссену сбекался, и каплю смог купить. Ну, то есть такая неприятная ситуация для них получилась. А смог он это сделать, потому что он получил себе с Ферст Блада Ассист. Немезис продолжает тут No Way For You продавливать, и тот вынужден уже Гатлинган тратить, чтобы с задних крипов он получился хоть как-то заласхитить. 30 фарма на 32. Это нормально. На топе минус двадцатка. В лесу минус восемь. Ну, Селфмейт сам себе притащил эти смерти, так сказать. Смерти по фарму имеется в виду. Он пришел, проиграл Смейт Войну, потом его товарища убили, потом он пошел на синий баф, еще потерял время вместо того, чтобы фармиться. В итоге очень сильно сейчас отстает, и четвертый уровень только начатый, против почти там уже пятого уровня Агурина. Мне нужен гайд по лесину. Сколько это будет стоить? Гайд по лесину? Ничего себе. Гайд вообще не популярная тема. Ну, тогда это те же самые 500 рублей будет стоить. Как и для всех. Ты же как аналитику хочешь, чтобы я сделал. Дашь мне свой аккаунт, если ты играешь лесина. Мы посмотрим, что ты там творишь. Я одновременно с этим расскажу чуть-чуть про лесину. Показывают нам здесь. Хайлайтс из этой же игры, где Алистар сделал шикарный флэш-подкидывание. И вот любопытно, что Новый ведь потратил флэш, из-за этого его убила Иреля. А вот воспользоваться тем, что Райкан остался без флэша, никто не стал. Хотя у Алистара как бы есть все еще подкидывание с врывом, и можно было здесь попытаться как-то поломать немножко фалька на боте. Ой, тут просто издевательство устраивает Немезис. Он пол лица отрывает No Way For You, но, к сожалению, для Немезиса у него не хватает мана. Прыжочек с тюртяжечкой, Бройки помирают флэкарно, просто флэкарно, ребят. Именно флэкарно было сыграно. Крауншотом с флэша он дает автоатаку, нажимает хилл и убегает в сторону. И Пандар только смотрит на это все, понимая прекрасно, что никак помочь он не мог Эзу. Они оба залезли почему-то в перья, оба застряли в перышках от крауншота, и стомпик небольшой начинается с ботлейном за командой Мэтт, потому что, ну, Эзу нельзя отставать. Бройки расстроен, потому что понимает, что это была механическая ошибка, которая, ну, не должна была быть совершена в этой игре. Немезис пытается зонить, возможно, за эту тележку сейчас устроит битву, с тележки со своей прыгнет на Корки, не давая ему долосхитить ее. Ну, Корки все равно через Эрочку добивает, но пропускает перед этим урон и стан. Любопытно, что Атрокс не остался до конца, мне кажется, он мог здесь все же помочь. А можно узнать у Агутина... Леонид Мухамедович, вы когда будете выходить на ганг-то? Пока не ясно, ребят, когда он будет выходить на ганг, потому что у него уже шестой уровень как минуту есть, не говоря о том, что у него левел-2 ганг потенциал тоже должен был быть довольно неплохой. Все это он не делает. Мне кажется, он просто игру не дочитывает, там, возможно, немножко в тильте находится предыдущая партия. Это полуфинал, финал когда? Завтра. Финал завтра в 19.00. Краундсчет забирает себе здесь Вардецкий. Опыт, кстати, давил ему шестой уровень. Что у нас здесь? У нас здесь верлип. 20 фарма так и держит преимущество. Синий баф второй он себе, конечно же, получить не смог. Мы не увидим, видимо, ганга от... Видимо-невидимо, да. Ганга от Джарвана. Он дождется того момента, когда его команда будет уже невозможно сражаться. Ну, хотя, пауэрспек-то все равно будет у команды немецкой совсем скоро. Дело в том, что они-то играют через два Trinity Force предмета. Мог еще Винтейр добавить себе этот гаунтлет. И тогда бы у них было три, по сути, Trinity Force. Но решили не так делать. Екатерина Лимон... Не за что, как говорится. Я когда сам его смотрел, осознал, что... Ну, как бы это сказать... Не все это поняли. То есть, не все это поняли. И я решил сделать этот видосик на тему того, что... Ну, надо объяснить людям. А что происходит? Агутин делает флэш и инициацию. Не попадает. Дает ульту. Дает ли он ульту? Дает! Он слишком поздно. Он умирает в этот момент. Но, увы, не смог добить Немезису. Немезису. Дается в живых. Прилетает все. Он дает инициацию. Но, увы, отфлэшивается. В этот момент у нас на боте происходит сражение, где корова получает себе... Я даже не знал, что она калитки получает. Прикольно. Ну, вы наверняка знали. Я корову му, сколько этот скин уже существует, в Солоку редко вижу. Возможно, из-за того, что он очень дорогой. Возможно, из-за того, что никому этот колокольчик все же не понравился. Был вот, когда он только вышел. Бум этих скинов. А потом что-то как-то Алистаров я вообще перестал видеть. А если я вижу, то они обычно на стандартных скинах. Либо там, какой-нибудь металлического Алистара играют. А здесь, оказывается, у него калитки вокруг, когда он под ультой бегает. Прикольно выглядит. Немезис тут немножко тупанул, кстати. Но он при помощи таблы пытается задоджить урон. Красный баф, автоатака, еще он автоатака. Догорит ли? Ну, увы, не догорает у него. Триумф, ребят. Под триумфом вы устанавливаете себе здоровье, зарабатываете себе бессмертие таким образом. Ух, красиво! Расписание на чемпионат мира есть уже? Да, расписание на чемпионат мира есть уже. Гамбиты играют в понедельник, первого числа. Вторая игра у них. Первая игра от команды Cloud9. Так что всех приглашаю, ребят. Будем смотреть, будем болеть. Ну, кому не интересно от меня, смотрите. В этот же момент будут и американцы стримить на официальном канале, которых мы как раз и будем рестримить. И в этот же момент будет стримить Rulol, которые, кстати, тоже будут их же рестримить. Только они будут это делать без звука, насколько я понимаю. Но суть, как бы, та же самая. Любой вариант просмотра, хоть немецкие немцы тоже будут рестримы делать, хоть турецкие, этот мировой чемпионат нельзя пропускать, потому что это первый раз, когда возможно... За несколько лет последних, конечно же, потому что первый чемпионат мира выиграли европейцы, второй выиграли ТП Ассасины, тайваньцы. Так вот, это первый чемпионат, где реально корейцы могут не занять не то, что первую позицию, они могут даже в финал не попасть обе команды. 2-3 у нас счет, плюс 600 золота есть преимущество у немцев, но испанцы не сдаются, потому что им тут не на чем сдаваться-то. И все хорошо, они знают, что Power Spike сейчас наступит у немцев, надо будет просто продержаться эту стадию игры. И у них-то тоже есть Trinity Force чемпион, не забывайте об этом. И тут вполне вероятно, кто первый дойдет до Trinity Force, тот и выиграет партию. Но первый, по-моему, будет Корки, потому что он начинал с Кула, Кул у него уже настакался, это пожиратель, как он там в русской версии называется, этот предмет. Настакался, он получал себе еще дополнительные 350 золота в карман, там 450 даже получается. И, наверное, с Бэка у него пояс, хотя здесь ФБ вышка светит. Только зашел, а что, Виви не будет кастить? Конечно, не будет, откуда. Куда нам? Мы тут это, как-то, самодеятельностью занимаемся. У нас тут нет никакого профессионализма, у нас здесь все за деньги, ребят, только. Вон там парень с лисином приперся, говорит, я хочу лисина, а я ему сразу, або нет, только деньги. Деньги на стол, как говорится. А ты с Твича не стримишь, мне не очень удобно с Ютуба смотреть. Екатерина Лиман, все есть в описании стрима, все ссылки. У меня и GoodGame, и ВКонтакте группа есть, и, конечно же, Твич тоже. Все есть. Описание стрима прочитай, будет удобно. Пока у нас в этой партии ничего не ясно, но видно, что вышку эту не будут защищать немцы. Непонятно, зачем они Алистара подставили, бедный Олег попадает в проказ, но тут появляется Агутин. Агутин дает проказ, промахивается. Как классно, крауншот сыграл. У крауншота, правда, нет, теперь саму не спеллов для эскейпа, а ему они не нужны, эти эскейпы. Потому что Эс был занят убийством Атрокса, убил Атрокса, но это была всего лишь пассивка. А почему Поппи не нажала телепорт? А, потому что на ней сидел Сион, да, он ее зажал под вышку, если бы она нажала телепорт, Сион просто бы дал по ней ульту, отменил бы этот телепорт как минимум, а там, возможно, еще бы ее и убил. Красиво. Ну, Мэды, по-моему, 2-0 уже выиграли эту партию. Хотя курки. Давайте про него не будем забывать. Тринитифорс у него появился, его первый пауэрспайк. Кстати, его уже второй пакет должен был появиться. Ой, Винтер не знает, что его здесь окружили. Верлеп, подкидывание, пиу, попадает, и пиу, попадает, и автоатака, и ешечка, и еще, и паровозик. Хорош, хорош Верлеп. Вот это уровень ЛЦС, ребят. Ну, кто не знает, Верлеп играл в команде Фанатик, заменял он на несколько игр. Например, он играл в команде Фанатик Академия в основном составе, и даже пару раз заменял Суаза в основе на чемпионатах ЛЦС. Но там его, правда, гнобили в основном. А вот здесь вот он может, можно сказать, отдышаться, показать всем. Геральтка забирал все же Агутин, видите, вызвал он ее на мид. Проломали они вышку, но по золоту все равно минус полторы тысячи. Красиво было сыграно, кстати, Сионом. Реально, безошибочно все сделал. Ух, тут почти поймали Агурина, но он отпрыгнул в сторону. Немезис хочет дальше продолжать погоню за Тринити Форс с пацанами, потому что у него тоже есть Тринити Форс. Он говорит, хочу повоевать, но команда ему предлагает, давай, может быть, пока Поппи на топе, заберем втихаря Дракошу. Дракоша стартует, и No Vision, как говорится, нет обзора никакого у немцев. Боятся они спуститься в испанские леса. Да, и немцы остаются под своими башнями. Не тут они. По испанским лесам, испанским рекам сражаться за Дракона. Краундшот, ах, не попал. Завтра будет партия, скорее всего, все равно односторонняя, я вот так вот думаю. Нинджа и Пижамас мне гораздо больше понравились. Но на фоне. А может быть, немцы просто играют гораздо лучше, чем... Кто-то у нас, сербы были, да? Чем сербская команда сегодня против нинджа и Пижамасов. Испанские партизаны. Не, ну они не партизаны, они в открытую, кстати, ведут борьбу. Хотя, что значит в открытую? Верлиф-то со спины из кустов, можно сказать, напал на Поппи. Ой-ой-ой, ребят. Это как раз довольно сильная партизанская война была проведена по Поппи. Немецкой на Топпе. А, Кутин, да, Кутин есть здесь, а вы как думали? Показывают нам любовь на экране, 18+. Но они улетели, и чем они будут заниматься на ступеньках, нам уже не показали. Но мне кажется, НИПы должны будут сделать завтра 3-0, не знаю. Но 3-1 вполне реально, это вот так по ощущениям игровым. Здесь как-то совсем неуверенно играет вот Бот Лейн команда Мэтта. Они в этой партии вроде бы сейчас вот реабилитировались, но вот предыдущую партию вспомнить, там совсем какая-то странная игра была. Мне кажется, вот знаете, что вот в этом турнире, может быть, уровень команды не настолько слаб, у них темп очень низкий. Они еще более медленно играют, чем остальные команды. Попытался Сион сбить вертолет, но сами понимаете, как паровозу сбить вертолет. Хотя вертолет в итоге, ребят, присел только что. Лопасти его запутались где-то в лесах синих. И тут уже предходит Тец, который пытается пострелять немножко по вертолету. Ну что он там со своей лазерной пушкой может сделать танку? И танк остается в живых. Короче, идет подкидывание и ловит здесь краундшот. И краундшот пытается убежать. Ничего у него не получается. Дает парочку автоатак и вымирает у нас этот птичий вид. Правда, в этот момент умирает и Поппи на ботлайне от Эрели. 3-1-1 от Мэдов очень хорошо идет. Правда, вот не доиграл немножко краундшот. У него был флэш. Не знаю, почему он не среагировал в этот раз. За Фальконом продолжается погоня. У него нет флэша. И его догоняют, убивают. Килл зарабатывает Джарван. В этот момент Пандар говорит, можно здесь за Немезисом погоняться. Ребят, и байтит красиво, как он отыграл. Вот это было, как я люблю говорить в Солоку, настоящий мастер-байтер у нас Пандар. Реально мастер-байтер как сыграл. Видели? Ну, он с немецким акцентом надо говорить. Там у них же мейстер будет, да? Мейстер-байтер. Вот. Настоящий. Он специально дурачка включил, попал под стан. Показал, что у него ничего нет. Когда в него прыгнула РЛ, он дал по ней подкидывание, пробежал вперед и на W кинул ее под Эза, который вернулся в игру. У него все было плохо. Теперь, ну, минус 20 фарма, два предмета есть. И он через тринку пошел, а через гаундлет. Наверное, кстати, правильный выбор, потому что 2, а то и 3 здесь. Чемпион только физический урон наносит. Сколько по времени будет идти чемпионат мира? Разница со временем? Нет никакой разницы. Когда я говорю 11, я говорю 11 московское время. Не волнуйся. С 11 до 6 по московскому времени. Ну, там 6 с плюсом, потому что будут игры затягиваться некоторые. Некоторые могут закончиться гораздо раньше. Ну, все будет все равно залито на YouTube, ребят. Показывают на повтор, как Вентер здесь ошибся. Он не на прыжок не медленно поставил щит, а просто его потерял. Не медленно его потом догнал, с флэша добил. Конечно, Поппи надо аккуратнее играть. И Поппи теоретически может останавливать спокойный релью. Но здесь, конечно, у Поппи изначально уже минус идет. Минус 3 по убийствам, минус 2 тысячи по золоту. То есть, видите, если бы вышки отобрать назад команде немецкой, то они как бы возвращаются в игру полностью. Это как раз говорит о том, что у них макроигра очень слабая у Еврониксов. А индивидуальные игроки играют они так плохо. Правда, в этой партии они еще и проиграют по фарму неприлично. Кто в лейте? А в лейте чуть-чуть меды. Чуть-чуточку. Там 55, ну 60 я даже не знаю. Ну 60 уже можно давать, потому что они Инфернала и Оушена забрали себе. Сейчас еще идут на третьего дракона, и тоже это будет Инфернал. Если Евроникс его потеряет, это довольно приличное преимущество получит себе Мэды в лейтгейме, но его еще забрать надо. Евроникс уже рядом. И Джарван у нас играет через Блэк Кливер. То есть, он хочет только усиливать урон своей команды, не идет в чистого танка. Это Вориор с Блэк Кливером. Тонс оф дэмэдж, чтобы как раз шотнуть того же самого Фалька, либо Крауншот. Но, правда, сейчас Агутин со своей командой не смогли спуститься вниз. Их по вардам здесь ждали. И вот начинает заполкивать. No way for you. А Крауншот в наглую пушит. Останавливается, дожидается Сиона. И, мне кажется, в ловушку залезают у нас немцы. Спустились они в Испанскую реку. И в этой реке они, по-моему, и умрут. Фалька делает инициацию по Бройку. Попытался его убить Соло. У него это не получилось. В этот момент у нас умирает Иреля, которая сражалась 1 в 3. И почему-то разбежалась вся Испанская бригада. И Селфмейда тоже можно здесь добить. Который потратил ульту. И она у него закончилась неудачей. Это Пауэр Спайк, ребят. Команды немецкой сработал. Он там Сион неудачно сделал инициацию вместе с Райканом. Они только одного игрока задели. Еще одна попытка посражаться. Но зачем? Вы же уже отдали этого дракона. Ну, просто попытаться, чтобы добить кого-нибудь. Добивает Поппи. Пытаются еще кого-нибудь захватить. И хватают они Алистара. Прилетает сюда Браеки. Начинает забрасывать снова. Врагов своими кушками. Зарабатывает дополнительное золото. Все же он играет с Клиптомантией. Ну, так. По золоту в минус здесь сыграла команда из Германии. Но зато заработала себе дракона. И лейтгейм по-прежнему остается равным. Ну, там 55% это ерунда. Повторно надо посмотреть. Потому что, мне кажется, испанцы отдали инициативу специально, чтобы Моксион сделать врыв по пятерым. А когда он сделал этот врыв, что-то как-то они запутались, что им делать. Райкан ворвался в одного. Сион в другого. Ирэля вообще с третьими зачем-то сражается. Может, там Джарван всех отзвонил? Ну, три вот пока нам повтор не показывают. Очень плохо у Поппи идет игра. 0-3. 0, минус 50 фарма. Она самый бедный игрок. Ну, кроме саппорта, понятное дело. Своей команды. Неприятная такая ситуация. А ей еще надо останавливать самого богатого игрока команды оппонентов. Ведь там 3-1-1 идет розыгрыш. И Поппи постоянно с Эреллией надо встречаться. Это, считайте, целый предмет отставания, если даже не полтора предмета. 3-200 там разница. Ну, да, там английские комментаторы говорят, что Ноуэя тоже некому, в общем-то, останавливать. Сион толком с ним справиться не может. Ноуэй может продолжать бить вышку. И предлагают они Немезиса туда отправить. Вот этого Немезис, как они его говорят, с таким ударением. Но я думаю, пока Сион еще может сдерживать Корки. Ой, флэш ульта от Агутина. Крауншот вынужден отслышиваться в ответ. Алистара здесь ловит. Прилетает у нас Поппи, который впихивает крауншота во всю свою команду. И Агутин делает килл на птичке. Прилетает Ноуэй. Дает прокаст. И счет на автоатак. И счет на автоатака. Селсбайда может отобивать. Но кто-нибудь добивет. И тут откуда ни возьмись Валкирия на три экрана. Три килла за командой из Германии. Нет, почему? И Релли осталась живых. Ее отпустили. Ну, три килла в Сено ушло. Ну, четвертое убийство не смогли сделать. 9-10. Можно идти на Нашора. Смайта нет у команды Мэд сейчас. Это все пауэрспайк Мидгейма. Тот, который я говорил вам. То, что лейнинг фаза будет равная. Мидгейм будет колоссальное преимущество у немцев. А Лейт уже будет преимущество чуть-чуть за Мэдами. И вот видите, они не могут дожить до этого чуть-чуть. Много ошибок совершают. Верлип хочет потанковать. Дает подкидывание мимо всех. А вот Пандар делает то, что должен. Легкий килл на Ирели. Верлип не знает, как отсюда уйти. Пытается утащить за собой врагов, чтобы отменить Нашора. Но он не отменяется. И это Кобэк из Риэл. Правда, время работает Сено на команду Мэд. 25-ая минута. И Нашора забрала команда. Только сейчас немецкая. И еще с этим Нашором максимум, что они сделают, это сломают, ну, вышки. Внешние, ну, две только, наверное, три. Маловато будет. Это я про то, что все равно игра затянется. И тут-то Мэды проснутся. Потому что у них-то предметы, смотрите. У них и Релли сейчас надо Стирак собрать. После Стирака Гардиан. Все, она становится монстром. К крауншоту Infinity Age, Last Whisper, и она становится монстром. Сиону больше ничего собирать не надо. Он уже монстр. А Троксу добавлять тот же самый Стирак. Гардиан Энджело, он монстр. И Райкану добавить Заки. К этому Заке добавить Redemption. И он тоже монстр. Все. То есть, ну, это все звучит так вроде легко. А ну, до этого 10 минут им еще. Сейчас делают инициацию. Сион дает подкидывание по двум игрокам. Но можно ли добить Поппи здесь сразу? Потому что там Джарван делает шикарную инициацию. Но хватит ли урона Джарвану? Ему чуточку не хватило. И никто не помог. Как же так-то? Ай, какие они битые, посмотрите. А почему вертолет-то не полетел? Его отзонили? Походу, вертолет, ребята, отзонили в этот момент. Все сделал верно Джарвану. Сделал шикарный врыв по сквишовым игрокам оппонентов. И ожидал, что вместе с ним прыгнет либо Эз, либо вертолет от Корки. Никто из них туда не ворвался. И все. Алистар и Поппи, они как раз на себя взяли Ирелию с Сионом. А вот почему ни один из Керритэй не пошел туда? Минус два игрока с Ношором у команды. Еуроникс, ломают они вышку снизу, пытаются новое улететь. То это был байт. Опять очередной мастер-байт. Байт это вот так вот. Немцы играют умом, умом, ребят. А нам повторы-то показывают? Я все забываю. Я каждый раз, когда хочу увидеть повтор, жду его, жду, а потом про это забываю и не могу понять, нам их вообще показывают или нет. Да, вот, 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 все. А это... Нет, это не то. Это вообще хер. Это вообще не очень повтор, скажем прямо. Здесь еще Краундшот сыграл как бронза. Вместо того, чтобы сразу отфлэшиться, вместо того, чтобы давать ульту на прыжок Агутина, он нажал прыжок, потерял урон, потом приземлился, потерял урон, потом нажал флэш, потерял урон. То есть, ничего не успел сделать, фактически. Это показывает, как перед Ношором они разбили команду Мэтт. И мы вернулись в лайв-режим, где 48 секунд, ловят здесь Райкана, но это не страшно, Райкану будет. У него Заки уже появилась, кстати говоря. Еще один Инфернал там. Кстати, 7 секунд до следующего Инфернала. О-о-о. Сион может дать подкидывание. Дает подкидывание по Вентайру, его станет. В этот момент Селфмейд с другой стороны заходит. Надо Сиону делать инициацию, они потеряли уже Атрокса. Но Атрокс долго танковал и очень долго тормозил Фалька с врывом. Делает он все же свою инициацию. Чармит нескольких игроков в этот момент, пытается Краундшот бить, но он бьет только лишь Агутина. А тот под Гардиан Энджелом выживает. Верлибо здесь ловит. Он говорит, я не могу так долго танковать. Бросает все это дело. Команда Мэдов отходит от Дайвая перед этим одного, нет, двух своих игроков. Райкан тоже умер, хоть он вроде убежал, так казалось бы. Но не получил стаан от Немезиса. Это минус вышка на миде и минус дракон одновременно. Хороший такой. 28 минуту сыграла команда из Германии. В предыдущей партии на 28 минуте произошел баг какой-то в игре. Ау! Иреля, правда, делает врыв. Алистар ее откидывает. Иреля пытается вернуться. Алистар делает еще одно подкидывание. Как он сыграл? Как он сыграл, ребят? Вот это Алистар не из моего Сулако, очевидно. Он выкинул Ирелю во время ее прыжка, отменив урон. А когда она с флеша... Нет, не с флеша, это второй прыжок был. Попыталась ворваться, он дал по ней подкидывание. И это минус ингибитор, возможно, минус игра. Мидгеймом раздавила германская команда испанцев. Не дожили они до лейта. Пытаются здесь Сион потанковать. Но кому танковать? Вот под Силфмейдос, вот Мэйд делает один келл. Делает прыжок Корки. Корки пытается добить Райкана, промахивается своим заклинанием. Давай дать подкидывание. Откатилась ульта уже у Атрокса. Он наносит много урона и выходит на фонтан. Верлип все еще жив. Он себя чувствует прекрасно. Проходит вперед и зачищает крипов. Ну, фактически 30-я минута, потерянный ингибитор на миде, это ерунда. Много раз про это я вам говорил. Это даже не контроль карты никакой не дает вам. Но вот есть проблема у команды Мэтт. Она сейчас заключается в золоте. Они минус 4000 идут. И Лейт у них позже теперь появится, чем у команды из Германии. Еурониксы чувствуются, что пауэрспайки свои в тимфайтах смогли использовать на ура. Ну вот Джарвана, я вот не успел поговорить. Тогда какая-то битва началась. А, там они заходили, инвейдили его лес. Хотел рассказать то, что он очень сильно, надо какой-то, чтобы не было, тавтологии сильно усиливает. Он хорошо усиливает своих Адекерри. Корки получает скорость атаки дополнительную. С получает тоже скорость атаки дополнительную за счет его Ешки. Также он дает со своей комбинацией пробивание брони и еще дает пробивание брони при помощи Блэккливера. То есть Джарван как раз выполняет работу, ту же самую, которую Сион должен выполнять. Но Сиона как инициатора мы что-то не видим в этой игре. У Сиона, кто не знает, есть процентное пробивание брони на его Ешке, если он попадает по врагам. А если он крипом попадает, то по нескольким сразу может это дать. Но обычно по одному игроку это делают. Приличное там пробивание, по-моему, 35% армора срезается. Но это по попе как раз идет. Который там только армор собирает. Но к рауншоту все равно нужен Ласт Виспер. Не знаю, почему он пошел в лайфстил. Предмет следующий. Там потому что раз, два, три, три, четыре даже нинджа тапок собрано. Райт Луз Глори, Фрозен Харт, а он берет лайфстил собирает. Какой-то странный выбор здесь от крауншота. Чуть ли не выбор на поражение в игре. Сломали вышку на топ-лейне у нас немцы. Правда, в этот момент... По-моему, вышка только что медовская как-то. А, да, это вышка на боте упала. Все, я вижу. Ой, не на боте, на меде упала. У как раз немцев. Мэда ее сломали каким-то образом. Ну, при помощи крипов, скорее всего. Нашор появляется. 32-ая минута. Как раз вот прошло время... Пришло время респауна его. И вот вопрос сейчас, как они будут определять, забирают ли они Нашора или нет. Просветочку тут дают в обе стороны. Игроки Фалька, мне кажется, очень агрессивная игра. Это попроще немножко. По твоему мнению, лучший саппорт среди про-игроков. Я думаю, сейчас лучший саппорт Минга. Не просто так. Узи и Минга являются лучшим бот-лейном чемпионата мира. Я думаю, Минга лучший саппорт. А дальше, я думаю, Корджей Джей будет. Здесь вот я его отмечу. Корджей Джей просто великолепен. Может быть, даже он сильнее Минга, но... Ой, какая ошибка! Джарван, оправда, он все равно достает каким-то образом до крауншота. Пытаются они его убить, но Джарван, напоминаю, только был с Гардиан Энджелом. Фалька остается в живых. Селфмейда убивает, но это была его пассивка. Джарван тоже был с Гардиан Энджелом. Его надо убивать два раза. И не получается убить два раза в этот момент каким-то образом. Упал Рейкан, упала Ирелия, и это ГГВП. Ну, давайте опять проведем, если он на базе у них, мысль, как должны были проводить Майды свои тимфайты. И все довольно просто. Они не делают инициацию. Почему? Можно узнать, почему ваш сетап не хочет сделать инициацию и не дать Джарвану усилить своих двух АД керри? 1-1 становится счет в этой серии. И Джарван это, наверное, тот чемпион, которого надо банить Мэдом в следующей партии, потому что вот она проблема. Они не знают, как играть против Джарвану. Мне кажется, они боятся сделать инициацию из-за того, что они тогда ставят беззащитную Заю, и в нее ворвется Джарван, а они ей помочь не смогут, потому что Корки с Эзом просто убегут от них за счет Валкирии или... Опять забыл, как у Эза называется заклинание прыжка. Рифт Волк это у КС-1, а у него что-то там с прыжком. Но ошибка... Они не делают сами инициацию. А надо, надо. Надо в наглую делать врыв, даже в того же самого Джарвана. Какая разница? Да, он танковый. Так у вас рассчитывается. Процентный урон есть у Эрелии. У вас тру дамаг есть у Эрелии. У вас есть Тан, у вас есть как раз-таки Сион, пробивающий броню. Не ждите, у вас есть в конце концов... Арканшиф, да, спасибо. У вас есть в конце концов Райкан, который может Чарм по многим игрокам дать. Кстати говоря, сейчас Польша то же самое время, что и у меня, так что 11 ночи уже. Ну, вечера 11. И вполне реально, сейчас люди будут уходить. Потому что еще игра следующая затянется, а потом уже автобусы не ходят, метро не ходят и все. И остался ты. Они же в селе играют там, в Катавице. Ладно, идем на перерыв. Продолжение следует...